Созидательное мышление — это про то, когда человек так перестраивает свою речь, что его мозг начинает замечать только хорошие позитивные выражения. Привет! Сегодня вечером тема о том, как мы разговариваем. Наш организм, он же состоит из химических реакций, и всё, что мы произносим, мы это проецируем нашим мозгом, нашим умом. И это имеет прямое отношение к тому, как мы разговариваем. На что не обращают внимания очень-очень многие люди, как они говорят в повседневной жизни. Я это начала замечать очень много у молодого поколения, которое я обожаю, но у них вообще своя собственная культура речи. Как если бы человек, например, из какого-то 19 века высоким слогом вдруг услышал мою речь. Я думаю, что для него это тоже было бы удивлением. Какой у меня словарный запас, как я употребляю слова, как я выстраиваю предложения. То есть сейчас я вам немножко разворачиваю на примере человека из очень далеко прошлого, как бы он отреагировал на мою речь, и как это иногда слышится у других. Это неплохо. Нет. Просто нужно воспринимать всегда человека таким, какой он есть. Пример, который я вам сейчас приведу, скорее всего, могут вызвать конфликт. Конфликт или триггер. Молодежь, как сейчас говорит молодежь, что вас триггерит? Если вызывается конфликт, то есть несогласие, сопротивление идёт, и у вас возникают вопросы, почему это так, почему такое мнение, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях. Так работает наше мышление, потому что нас учили думать и говорить от отрицания. То есть человек сам себя программирует по жизни. Например, такими словами «О, да я идиот! О, да я сумасшедший! О, да я дурак!» Или, например, родители очень часто так используют и говорят «Одень шапку, а то заболеешь!» И они сами программируют ребёнка на то, что происходит. Однако понаблюдайте за тем, как вы произносите свои фразы в жизни. Когда мы начинаем замечать и обращаем наше внимание именно на то, как мы строим наше предложение, очень часто возникает инсайт, что «Вау! Оказывается, я всю свою жизнь, даже зная о том, что меня может программировать моя мама, папа или кто-либо другой, о том, что такие банальные вещи, как «Да у тебя не получится!» Это банальные такие вещи, которые знают все. Человек может даже неосознанно это говорить. Но про себя мы очень часто не замечаем, как мы произносим фразы. Вот разговаривает человек, а потом говорит «Да я всегда так говорю!» То есть он сам себе закрепляет в своей голове, своими мыслями о том, что он говорит так всегда. Даже когда ему со стороны говорят «Посмотри, обрати внимание, что ты сам себе вкладываешь уже программу в то, как у тебя будет», слова имеют огромную силу. Описывая какую-то свою ситуацию, особенно если она была в прошлом негативной, очень часто человек может употреблять такие выражения. «Я так и знал, у меня так всегда, так будет всегда». Получается, человек сам себя программирует на будущее о том, как у него будет, у него так и будет всегда. Это влияет на то, что у человека неосознанно ситуация будет повторяться в жизни по кругу. Но если обратить на это внимание и изменить то, как мы разговариваем в созидании, через положительное выражение и славу, то, что человек говорит, то с ним и происходит, и повернуть это с другой стороны, и начать говорить позитивно, и увидеть, что это тоже происходит. Или пример с выражением «Вот так всегда». Например, «На мне вечная колбаса заканчивается». «Вот так всегда». Если вы говорите созидательно, у вас начинаются большие изменения в жизни. Очень хороший пример, когда человек говорит про деньги. Про деньги понимают все, правда? Когда человек постоянно повторяет фразу «У меня нет денег», даже если они у него есть, даже если у него есть немножко, он не хочет, чтобы другие знали, что у него есть деньги, но он говорит, что у меня денег нет, он продолжает себя программировать на то, чтобы к нему деньги не приходили. Думать и говорить созидательно – это практика. Но это про то, чтобы говорить и думать о том, как бы тебе хотелось, как бы тебе хотелось в созидательном ключе, а не о том, как это идет в старой прошивке, то, как это вкладывали в нас годами через отрицание. Когда ты едешь по улице, ты уже себе сразу заранее манифестируешь о том, что там меня ждет вот парковочное место. Обязательно оно там будет. Хотя ты понимаешь, что сейчас выходные, все отдыхают, машин будет неимоверное количество, и все едут именно в это классное место. Но ты себе представляешь, что для тебя там уже готово место. И так и происходит. Ты подъезжаешь, и обязательно либо есть одно место, либо кто-то вот прям перед тобой выезжает, и ты спокойненько заезжаешь. Того, что мы произносим, мы говорим себе сразу о том, что так я еду, и у меня там уже ждет парковочное место. А не, ну вот я еду, и как всегда, наверное, там ничего не будет. Это процесс биохакинг. Когда мы перестраиваем наше мышление и привычку говорить, и привычку говорить без негативного окраса, у людей сначала идет сопротивление. Сопротивление, а потом они видят уже результат, когда они день за днем, раз за разом говорят созидательно, не отрицание. А теперь можете перемотать мое видео на полминуты обратно и увидеть, где я сейчас употребила несозидательное выражение. Я сказала привычка без негативного окраса. А вообще-то надо говорить привычка, говорить положительно и смотреть на мир положительно, замечать хорошее. Когда наше внимание обращено на хорошие моменты, у нас это случается в жизни. Это когда ты ломаешь вот этот паттерн повторением одних и тех же хороших, полезных действий для себя, и в какой-то момент твоя негативная реакция на то, что твое тело реагировало раньше очень либо болезненно, от каких-то слов, от действий человека, оно начинает реагировать спокойно, хорошо и позитивно. Начинает получать удовольствие от того, что с ним происходит, как он разговаривает, потому что события все меняются вокруг. Я благодарю вас за ваше внимание и желаю вам приятного вечера.